Всем привет! Заказал аккумулятор для камеры, на которую я снимаю Panasonic HC870. Заказал на Алиэкспрессе, потому что оригинальные аккумуляторы для Panasonic'а стоят сумасшедших денег. Именно оригинальные. В комплекте, когда я покупал в подарок, получил вот такой вот аккумулятор. Запасной на 1900, как заявлено, 1950 мАч, 3,6 Вольт. Именно тоже китайский вариант аккумулятора. Точно так же выглядит сейчас, который стоит на камере, именно Panasonic'овский аккумулятор. Это усиленный, как говорится, аккумулятор, увеличенная емкость. Размером он больше. Ну и емкости, получается, тоже в нем практически в два раза больше. Наверное. Ну, если точнее, быть, наверное, в полтора. 3,900 мАч заявлено. Тоже 3,6 Вольт. В общем-то, те же самые вот обозначения. Смотрите. Имеется в виду, что аккумуляторы схожи. Видно, один и тот же китайский бренд-производитель. Не знаю, как оно и что называется. Ну, в общем-то, отзывы о этих аккумуляторах нормальные. Пишут люди, что камера их распознает. Адекватно выстраивает временную шкалу. То есть, на сколько хватает аккумулятора. И все нормально работает. По цене этого, то есть, по цене оригинального Panasonic'а аккумулятора, можно, грубо говоря, купить, ну, несколько таких вот аккумуляторов. На 3900 мАч. Скорее всего, что здесь из заявленных 3900, ну, около троечки, наверное, а то и 2900-2800. Но, все равно, в отзывах, опять же, люди пишут, что хватает, если этого аккумулятора, не помню, на час с чем-то, то это почти до трех часов съемки работы камеры. Так, давайте, хочу посмотреть, померить напряжение на клеммах. В каком состоянии, если я доберусь щупами? Наверное, не доберусь. Здесь вообще иголочки. Иголочки нужны. Крайние минус, плюс. Нет, не получится. Иголочек у меня нету. Ну, и там же на Алиэкспрессе до этого заказал вот такое зарядное постель для зарядки с кабелем. То есть, блок питания, который идет с камерой, можно использовать для зарядки именно аккумулятора отдельно. Ну, в камере как бы нежелательно заряжать. В камере используйте аккумулятор. А для зарядки вот имеете такую вот, я называю, постель. И вот здесь все четко фиксируется. Аккумулятор защелкивается. И также будет заряжаться здесь и этот с увеличенной емкостью аккумулятор. Кстати, я его могу сюда защелкнуть на вот эти контакты. О, и добраться, я думаю, сейчас попробую добраться тестером, да, этих контактов. 3,95 Вольта. С нормальным напряжением. С напряжением для хранения таким вот литийовых аккумуляторов. Пришел аккумулятор. Ну, главное, что живой. Нормально заряженный аккумулятор. Так, ну вот именно этот панасониковский оригинальный аккумулятор. Вот он. 1940 мАч. Ну, в общем-то, формой он ничем не отличается. Просто я вам скажу, что этого аккумулятора, именно родного, на дольше хватает, чем вот этого вот китайского. Ну, заметно. Заметно это даже при съемке. Я времени не замечал конкретно, но смотрю, что этого на дольше хватает. Так, и давайте посмотрим, что скажет камера нам после подключения вот этого вот аккумулятора. Усиленного, так сказать. Вот так он выдается. Но не мешает руке при съемке. То есть, все тут, тут все с этим нормально. Включаю камеру. Давайте посмотрим. Не полностью заряжен и показывает 2 часа 21 минуту. Вот. 2 часа 21 минуту. То есть, зарядив полностью его, я так понимаю, будет показывать около, ну, до 3 часов. Ну, поставлю на зарядку. Подключаю 2-х амперный блок питания. Xiaomi с кабелем-тестером. Да вот, посмотрю. Так, красное. После зарядки аккумулятора индикатор будет гореть зеленым. И здесь по току потребляет 0,7 ампера. Есть. Зарядился аккумулятор. Вот индикатор, думал, зеленым будет, а он синим. С красного переключился на синий. Тоже показывает USB-T. То есть, тестер-шнур показывает, что зарядка закончена. Хочу померить, посмотреть, до какого напряжения зарядился аккумулятор. Так, для интереса, ну, 4,4,2, грубо говоря. 4,18, 4,2, в общем-то, как положено. Зарядки литиевых аккумуляторов. Так, и сразу устанавливаю его в камеру. Давайте посмотрим информацию, которую нам выдаст камера о аккумуляторе по времени. 3 часа 31 минута. Вот, полная зарядка и 3 часа 31 минута. Ну, отлично. В отзывах читал, что после там 20 минут, когда остается по информации по камере на 20 минут целость аккумулятора, через какое-то время камера автоматически выключается. Грубо говоря, 3 часа полных можно пользоваться камерой с этим аккумулятором. Ну, это супер. В одном из видео я уже делал тест аккумуляторов для фотоаппарата, вот этого Canon, на который я сейчас снимаю. Аккумуляторы работают без всяких вопросов. Опять же, у кого не обязательно такая камера. На Алиэкспрессе имеются аккумуляторы вот такого типа, как я приобрел, для всех, для многих видов камер. Ну, практически для всех. Для любой камеры, для любого фотоаппарата вы можете себе найти аккумулятор. Ну, вот как я по приемлемой цене. Не обязательно платить за оригинал. Запасные аккумуляторы можно докупить вот именно китайские. Как видите, все подходит и все работает. На сегодня все. Ссылочку на аккумуляторы оставляю в описании к видео. Ссылки на все мои видео будут в комментариях. Подписывайтесь на канал. Всем удачи и до следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Продолжение следует...